Здравствуйте! Я приветствую вас, я пастор Генри Мадава из Киева, из Украины. В эфире «Голос Победы». Победа Господня, она очень важна нам в жизни. Всегда задается вопрос, кто берет эту победу, которую Иисус для нас завоевал, и делает эту победу реальной для нас? Это делает Дух Святый. Дух Святый желает помочь тебе каждый день во всех вопросах жизни. Но важно, чтобы мы научились сотрудничать с Ним. Тогда увидим Его помощь. И все, что написано в Библии, становится реальностью для нас. Приглашаю вас послушать эту проповедь, посмотреть внимательно. И Господь Бог проговорит к вам очень много. Давайте будем слушать и смотреть. Дух Святый, помогающий тебе в жизни. Бог всегда желает, чтобы мы с вами были успешными во всех делах жизни. Мы были здоровыми. Чтобы мы достигали те цели и задачи, которые Бог или дал нам, или поставили перед нами. Это Его желание. Всегда, с самого начала, Он не планировал поражение для кого-то из нас вообще. Бог нигде, никогда, ни в чем не запланировал твое поражение. Если есть поражение где-то, это не Божий план. Поэтому все, что ведет к этому поражению, нужно вычеркивать, убрать из жизни. Это тоже не Божий план. Бог запланировал, чтобы во всем этом тебе помогал Дух Святой. Потому что сказать, что никогда ни в чем не поражаться, будешь человеком, это нереально. Но чтобы нереально стало реальной, Бог нам помог. Он дал нам Себя, Дух Святой, чтобы Он нас сопровождал. Если взять ребенка, первый класс отправить в школу самому, возьми метро, садись в третьем вагоне, выходи на такой, переходи на другую станцию, и еще одно метро, потом маршрутка, и на пятую остановку выходи, повернись налево, пройди 200 метров, и твоя школа. Он не попадет. Он скажет, что это нереально. Я только закончил детский сад. И другие родители вам скажут, что это нереально, это не получится. Я не прав. Но если мама берет ребенка и прошелся, ребенок попадет в свой класс успешно и вовремя. Ребенок теперь не может сказать, я не могу, причина, папа, мама с тобою. Поэтому ты придешь идеально и в свой класс как положено. Единственный случай, когда ребенку не получится, это если ребенок вырвется из рук родителей и сбежал куда-то. Да, не получится, естественно. Но если остается взять в руки родителями, дойдет. Дух Святой, Он с нами, чтобы то, что нереально для человеков, стало реальным. Потому что Он с нами. Он пришел с Его силой, чтобы нам помочь. Библия говорит, послание к филиппийцам 4, 13. Павел пишет, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Павел не сказал, я все могу. Не, 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 не. Павел сам не может. Все подвиги Павла, которые вы видите в Библии, они невозможны для Павла. Они нереальны ни для Павла, ни для вас, ни для любого другого человека. Исключено. Но Павел говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть кто-то, кто-то давал Павлу укрепление, которое не было в самом Павле. И это укрепление сделал так, чтобы Павел посмотрел на свою жизнь и сказал, все могу. Вот за что бы я ни брался, у меня получается. И он это зафиксировал, что я наблюдал за свою жизнь. С момента, как меня начал укреплять Иисус Христос Духом Святым, у меня все получается. Заметите, это был крик откровения и опыта, который Павел обнаружил в своей жизни. Это означает, этот же Дух Святой, поскольку Он в нас, Он желает помочь тебе точно так же. Я бы даже сказал вам так, сила Его больше, чем достаточно, больше, чем тебе нужно, чтобы помочь тебе и поднять тебя. Послание к Римлянам 8, 26. Библия говорит, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Подкрепляет в немощах. Давайте упрощать это. Человек немощный, слабый, недотягивает. Но Дух Святой подкрепляет, дополняет нам в том, что у нас недостает. И мы становимся теми, кем мы сами не знали до этого. Мы даже себя потом смотрим со стороны и думаем, это я не верится. Потому что Дух Святой пришел и начал тебе помогать. Во время, когда Дух Святой с тобою, ты сверхчеловек. Ты необычный в это время, потому что твои немощи исчезли в присутствии способностей и подкреплении Духа Святого. Притом это в любом вопросе. Абсолютно в любом. Если только позволить Ему тебе помочь. Мне нравится, как говорится в Евангелии от Иоанна 16, глава 7, стих 13-14. Но я истину говорю вам, это Господь Иисус говорит. Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошло его к вам. Иисус заявляет. Вот я с вами, я вам помогаю. Давайте посмотрим, в чем Иисус помогал ученикам. Голодные, покормил их, и сколько еще там, 15 тысяч. 5 тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Вот. И он покормил. Надо было налоги платить. Рыбу, воду, в воде. Петр словил, оплатил налоги. Буря поднялся на море, он запретил. Они начинают думать, как мы сможем без него жить. Это же без него мы пропали. А он говорит, лучше для вас, чтобы я пошел. Вот это моя помощь, которую вы видите. Это не самое лучшее, что может быть в вашей жизни. А что может быть самое лучшее? Утешитель придет, и он принесет самое лучшее. В чем разница присутствие Иисуса лично, физически, возле ученика и присутствие Духа Святого? Присутствие Иисуса, Он сделает для нас. Присутствие Духа Святого, ты начинаешь делать то же самое, что делал Иисус. Теперь Иисус не говорит бурьям, умолкни. Теперь Петр говорит бурью. Теперь Петр выходит из тюрьмы. Иисус его не вытаскивает. Он выходит. Теперь ученики говорят и делают то, что делал Иисус. Мы во Христе Иисусе, Дух Святой в нас, и мы становимся такими же, как Иисус. При этом мы не умираем ни за кого, чтобы спасать. Но мы делаем те же дела. И вот поэтому Библия говорит, когда Он придет. В 13 стихе написано, когда же придет Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Я хочу вам перечислить, что делает Дух Святой в вашей жизни, чтобы вы заметили, чтобы вы знали. Пройдемся по списку. Согласно Евангелии от Иоанна 16, глава 7 стих, написано, утешитель же, когда придет. Это слово утешитель, это жалкий перевод того, что в оригинале. В оригинале есть 7 разных значений того, что делает Дух Святой в нашей жизни. Первый, естественно, утешает. Скажите, утешает. Наверняка, кто-то здесь сидит и нуждается в утешении. Он с этим справится легко. Потому что, если бы не было этого утешения, мы бы сдались давно. Мы бы бросили все, что мы делаем. Мы бы сбежали. Поэтому, Бог знает, что будет момент, когда человек, будучи человеком, немощным, будет нужда в утешении, он не найдет, либо сбежит, либо обратится в неправильный источник для утешения. И поэтому, одной из задач Духа Святого в нашей жизни – утешать. Чтобы, когда боль в душе, боль внутри, он начнет работать, и боль исчезает. И оно не так бьет тебя, как если бы его не было. Второе. Это же слово означает, он не только утешает, он также помогает. Так, помощник. Бог знал, что придет момент, когда человек будет на себе нагрузку и поднимать. И сила закончится. Если сила закончится, то он хочет все бросить. Иногда на себя бросить. Иногда на других. Начали выходить из себя и тому подобное. И поэтому Бог знал, не все под силой человека. Поэтому Дух Святой будет помогать, брат, вместе с тобою. То есть, ты без Духа Святого поднимаешь, не получается. Шикарова Камасандра вернулся, поднимаешь, получается. Думаешь, ой, что со мной произошло? Ничего особенного. Добавился к тебе Дух Святой. Он берет вместе с тобою. Третье. Он не только утешитель или берет вместе со мной помощник. Он укрепляющий. Имеется ввиду то, что Павел сказал. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Он дает свою способность. Твоя способность ограничена. Многие люди никогда не познают способность Духа Святого, потому что они всегда делают то, что они рассчитали, исходя из своей человеческой способности. Научись верою делать больше, чем твоя способность позволяет. Только тогда ты увидишь это укрепление. Он дает тебе способность. Номер четыре. Он защищающий. Имеется ввиду, он отстаивает твои права, даже когда тебя там нет. Люди планируют тебе зло, а он тебя там нет. Отстаивает твои интересы там. Поэтому мы с вами можем смело говорить. Ни одно орудие сделано против нас не будет успешно. Но это когда Дух Святой в нашей жизни нам помогающий. А если его нет, то орудие против тебя будет весьма успешным. Но когда он есть, твоя опора могут создаться что угодно. Успешными не будет. Потому что он наш адвокат, защищающий нас. И притом он не защищает так, чтобы тикать тебе палец в лицо. Контролировать тебя, я же тебя защищаю. Он не забирает твою волю. Он не говорит, потому что я тебя защищаю. Ты теперь под моим... Не, не, не. Воля у тебя остается. Ты еще личность. И он тебя защищает при этом. Дальше. Он не только защищает, он стоящий рядом. Это имеется ввиду, он на готовье в любом деле, в любой момент подключаться, когда надо. Он также ходатай. Имеется ввиду, он говорит за меня. Он не только ходатай, он советник. То есть тебе подсказывает. Дает тебе мысли и идеи. Из-за всего, что я перечислил, нет ничего, что касается человека, что не тронута в этом списке. Все включено. Абсолютно все. Это касается твое здоровья. Это касается твою семью. Это касается твоей работы, твою бизнес, служения. Это касается жизненные призвания, предназначения. Он пришел, чтобы с тобою пройти. Лучше, чем мама или папа, кто приводит своего ребенка в школу. Дорогие, Дух Святой пришел на землю, чтобы нас провожать по жизненному пути. С момента твоего покаяния и обращения к Иисусу, Он пришел. И Он рядом. Поэтому живи, ожидая содействия Духа Святого. Живи, ожидая Его помощь. Подсказки, совет, утешение. Живи, ожидая. Деяния 4, 31. И по молитве их поколебалось место. Чтобы вы поняли, о чем идет речь. Их угрожают. Их хотят убить. Их побили. Знаете, со всех сторон их запрещают. И они в страхе и в ужасе. Собрались и начали молиться. По молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнили все Духа Святого. Смотрите, что произошло с этого момента. И говорили Слово Божие. С чем? Не с тем страхом, с которым они пришли в комнату. А с дерзновением. Появление Духа Святого в их жизни. Тут же произвело большие перемены. Присутствие Духа Святого в твоей жизни поднимает твою уверенность. Скажите уверенность. Еще раз. А уверенность поможет тебе встречать проблемы лицо в лицо, не убегая. Без уверенности тяжело это сделать. Поэтому уверенность важна. Вопрос задается. Хорошо, пастор Генри. Что тогда мне делать в жизни, в моей жизни? Чтобы Дух Святой практически наяву сопровождал меня, чтобы жизнь моя все-таки получилась. Для того, чтобы это содействие было, его работа с тобой, его помощь в твоей жизни была, живи, будучи исполнены им. Конечно же, понятие наполнен Духом Святым имеет разные значения для разных людей. Библия говорит, Ефесянам 5 глава, Коэфесянам 5, 18 стих по 21. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распуство, но исполняйтесь Духом Святым, назидая самых себе псалмами, словословиями, песнопениями, духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Дается нам две вещи, не упивайтесь вином, когда ты упиваешься вином, что появляется автоматически легко, распуство. То есть, чем бы ты не пьяный, оно дает свое какое-то последствие. Например, если я вижу, что ты делаешь, я могу правильно угадать, чем ты пьяный. Мне не надо видеть пьянство, я вижу, что ты делаешь, от этого я узнаю, чем ты пьяный. Поэтому получается, что когда я исполнен Духом Святым, когда я говорю, живи, жизнь исполненного Духа, имеется в виду, живи жизни, контролируемого Духом Святым. Я не имею в виду, что ты настолько наполнен, что ты не можешь ходить каждый день. Тебя уволят с работы, бизнес провалится. Но быть под контролем Духа можно. Когда приходит Дух Святой, когда ты наполнен Духом, приходит мудрость, приходит разумение, приходит видение, приходит способность. Водительство Духа Святого легче, когда ты наполнен Духом Святым, чем когда ты пустой. Смотрите, Дух Святой всегда действует согласно Слову, которое в твоей жизни. Нету Слова Божьего в твоей жизни, присутствие Божье есть, не ожидай ничего существенного, потому что Он только действует согласно Слову, которое в тебе. Он не действует в твоей жизни согласно Слову, которое во мне. Он в моей жизни действует согласно Слову, которое во мне. В твоей жизни согласно Слову, которое в тебе. Заметите, если человек игнорирует написанного Слова, Бог никогда или он выключит сказанного, или он молчит, или если говорил раньше, начинает молчать, хотя раньше был слышен его голос. Потому что то, что Бог говорит, это дополнение к тому, что написано. Поэтому замерите, что Библия, это база, все остальное начинает строиться, когда уровень твоего отношения к Библии правильный. Слава Богу! Когда Дух Святой пришел в мою жизнь, моя жизнь изменилась. Потому что Он принес жизнь, Божью жизнь. И получается не только жизнь, но и силу. Дух Святой, у Него большая сила. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Он творит чудеса и в наше время. И даже после этой передачи Он готов творить чудо для тебя, чтобы ты получил от Него чудо. Я предлагаю, чтобы мы с вами посмотрели на свидетельство людей, которые получили чудеса свои от Бога. Чтобы наша вера ожила, и мы не забыли, что Бог живой и в наше время. Давайте посмотрим на эти свидетельства. Влад, и что было с тобой? Ну, я не мог нормально играть в футбол и приседать, вообще ничего не мог делать, потому что у меня кость терлась об кость, и я когда приседала, у меня хрустело, очень болело. Сейчас не болит. Это с рождения или с какого времени? Ну, где-то уже пять лет точно. Пять лет. Ты можешь приседать? Еще раз. Еще раз. И все нормально. Слава Господу. Дайте аплодисменты Господу за это. Боже, благослови Влада во имя Иисуса. У Людмилы опущение почек, и от этого были постоянные боли, и вот после молитвы совершенно никакой боли нет. А где была боль? Поясница. И за опущенные почки? Да, да, да. А сегодня я молился за это. А вы, я положила руки после ваших слов, потому что я забыла уже про эту боль, ну, как бы свыклась с ней. А тут я, ой, и сейчас я могу крутиться как угодно, и ничего не болит. Слава Богу. Покрутитесь, пожалуйста. Слава Богу. Аллилуйя. Смотрите, как счастлива она. Это делает Господь. Господь благослови ее. Идти до краев земли и проповедовать Евангелие. Призыв Господа Иисуса, который остается неизменным. С 2003 года служение Христос для всех городов расширяет границы и завоевывает новые территории для Царства Божьего, проповедуя Евангелие в странах Азии, Африки и Европы. Фестиваль Иисуса – это место, где каждый может прийти и получить свое чудо от Бога. Место, где тысячи людей, слыша благую весть, обретают спасение, исцеление и восстановление. Мы благодарим каждого партнера служения Христос для всех городов и тех, кто единоразово жертвовал финансы для проведения фестивалей Иисуса. Я всегда так радуюсь, когда я вижу, как люди получают чудеса от Бога. Но самое большое чудо – это когда человек рождается заново. Возможно, вы смотрите на эту передачу и вы говорите, пастор Генри, а я никогда еще не покаялся, Иисус не мой Господь. Вот я хочу, чтобы вы знали, Бог вас любит, Иисус умер за вас, и Он предлагает вам спастись. Выбор ваш. Пастор Генри, я хочу выбирать Иисуса. Тогда помолитесь со Мною, говоря Богу, что вы нуждаетесь в Нем, и Он простит ваши грехи. Помолитесь со Мною. Скажите, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем во имя Иисуса. Амин. Если вы помолились эту молитву искренне, то Господь вас услышал и простил вас. А теперь хочу помолиться, чтобы те же свидетельства, которые вы видели, стали в вашей жизни происходить. Если у вас есть болезнь в теле, возложите руку там, где болит, и я помолюсь за вас. Господь, спасибо за силу в Духе Святом и в имени Иисуса. Поэтому я приказываю всякой болезни, всякой немощи уйти от головы до ноги, говорю, исцеление, восстановление во имя Иисуса. Всякие опухоли, чтобы исчезли и чтобы зрение восстановилось и слух, суставы, хождение. Боже, полное исцеление во имя Иисуса. Амин. Слава Господу! Пусть вас Бог благословит. Если вы сегодня приняли Иисуса, дайте нам знать об этом. Мы хотим с вами общаться. Вы получили чудо от Бога. Скажите нам, радоваться с вами хотим. Также, если у вас есть какие-то нужды, напишите, звоните, и мы с радостью помолимся за вас. Всегда? Нет? Не? Нет? 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 Угу. Выпутин.